Сегодня мы продолжим Продолжим вчерашнее рассмотрение, в ходе которого мы выяснили, что кроме известных свойств, скажем, в сегодняшних обозначениях ПАРК на знаках степени Альфа, то есть весьма специфического распределения по степеням, кроме того факта, что степень соседних узбок нетребляемо коррелирована, и, соответственно, в каких-то сетях они положительно коррелированы, что называется ассортативностью, а в каких-то сетях компетентной коррелированы, называется бис-ассортативностью. Кроме этого, имеется отчасти связанная с верхним пунктом факт о том, что наблюдаемые сложные сети характеризуются по стереотипе. И кластеризация, простейшая мера кластеризации – это просто треугольники, но на самом деле это более общее понятие, которое связано с тройными шарляциями. И различные технические предположения, которые за это можно сделать, приводят к упрощениям и возможности аналитически что-нибудь посчитать. В целом, кластеризация – это, ну, в общем случае, это предъявление, которое сопровождается неприводимой оттероптической корреляции. Теперь оказалось, что для всех имеющихся сетей кластеризация локальная гидрогена. В том смысле, что если узел И имеет степень КИ, то для него количество рёдов между соседями Е и малое, вот этот локальный коэффициент кластеризации, который тогда нужно определить как 2, Е и КИ, КИ минус АНИ, так вот это ЦИ, это ЦИ от КА, причём эта зависимость существенная. То есть кластеризация локально зависит от степени узла. Кластеризация около узла, то есть количество треугольников около узла, зависит от его степени, и типичная зависимость – это ЦИ, ЦФ, ну, или ЦИ, конечно. ЦИА, КА, пропорциональная единица на КА. Кстати, я здесь средняя, средняя напишу, и потом находим, что такое, тоже единица на КА в степени лянда, а средняя – это средняя по классу узлов данной степени. То есть Ц от КА – это единица на НК сумма по И в предыдущей. По этой группе, по группе узлов, то есть НЮ от КА – это те узлы, которые в степени КА, в степени. Вот с этим все это мы вчера смотрели, и кроме того, мы убедились, что корреляция, наличность двух точечных корреляций может нетривиально сказаться на кластеризации, а именно, что когда есть корреляции, то индуцируется кластеризация, некая, мы выписали для нее формулу, но появляется аномальная кластеризация, добавочная к той, которая есть в любом случайном графике, по случайным причинам просто. Потому что третий трибунок может замкнуться просто по случайным причинам. Есть не случайный вклад в эту кластеризацию, который, к сожалению, тоже пропорционально. Единица на Н большом, где Н большое число узлов. И в этом смысле, хоть и численно может быть важен, но академически проблема о том, как возникает кластеризация в больших графах, не решает. И перед человечеством тем самым это все было уже известно довольно давно, где-то в 2003-2004 году. И тогда же начали строить разнообразные модели, которые сначала численные, в которых требовалось моделирование, с тем требованием, чтобы это моделирование выделало нужную ПРК и нужная ЦРК. И это были схемы разной цели предупрежденности. Сначала более-менее воспроизводная кластеризация, хотя ни того, ни другого не удавалось воспроизвести, но постепенно численные алгоритмы появились. И сначала численный анализ был, а потом люди начали потихоньку осознавать, в чем природа этой зависимости и, главное, как с ней обращаться. И при этом возникли две школы или два взгляда на это, которые можно очень условно разделить на кликовый способ. И картина основанная на... Давайте я здесь напишу множество. И мы очень подробно будем разговаривать об этой величине, но так или иначе, вот в этой картине, если очень грубо себя это представлять, то кластеризация была сосредоточена в кликах, соединенных небольшим числом, сравнительно небольшим числом людей. А вот в этой картине эта треугольность была разбросана более хитрым образом. Или, по крайней мере, эта картина пропускала очень общее распределение треугольности по узлам. Потому что вот это ясно, что кликовая картина, то есть когда у вас есть подграфы с очень большим числом треугольников, на все остальное придется очень мало. Треугольников – это максимально упорядоченный граф, который содержит вот эти группы и обеспечивает нужную относительную треугольность, так сказать, и тем самым пластеринка лица. И понятно, что в этом нужно иметь свободу, хотелось бы иметь свободу, чтобы покрыть весь спектр вот этой картины до практически случайного распределения треугольников по графу. Совершенно случайно мы этого не можем, потому что для того, чтобы нетривиальную кластеризацию получить, некоторая корреляция между ребрами должна возникнуть. Но на другом полюсе, так сказать, находится вот этот вот рандомизированный подход, когда только минимальные, минимальные зависимости удерживаются, которые позволяют воспроизвести вот эту вот церковь от КАР. Сначала мы посмотрим на более простую кликовую картину, которая тоже напишет. Интересно, я напомню, что КА-клинка на полустройстве, по-моему, здесь я тоже не слышу. А мы его проверяли, да? А, да, тут другие. Нет, дай тебе писать. Я тяни чуть-чуть. Ну, если это те же самые, которые я... Значит, КА-клика — это максимальное подможество. Максимальное подможество, имеющих степени меньше, больше или равно КА. Вот это вот определение КА-клики. Теперь давайте, значит, в КА-клике рассмотрим... Понятно, да? Это как бы не совсем традиционный опять термин КЛИКО, да, используется? Нет, абсолютно. Нет, ну КЛИКО — это вообще полный граф, полный подграф. Если... А, да, я просто... Да, значит, равный, давайте, действительно, равный К, так легче будет. Ну, там есть, есть... Вообще, я забыл, как это было. Я забыл, действительно. Мне так проще. Нет, ну, понятно, да. Ну, то есть, мы именно понимаем, что это полный подграф, в плане, что любые две вершины соединения ребром на К вершинах. Да. То есть, получается... И давайте... Да. И давайте мы с вами рассмотрим... Рассмотрим сеть, устроенную следующим образом. Значит, эта сеть... Состоит из суперузлой... Значит... Который... 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 Является объединением... Того, что это клика... Размера... Давайте промокнуть... С... И... Внешние линии... Значит... К... Минус... С... Что-то давайте сообразим... Значит... У каждого... У каждого узла С минус одна линия. Значит... Нужно... К минус С плюс один внешних линий. Итак... Нужно... И... Тогда... Значит... Понятно... Работает... Будет указано... Для... Для каждого... Узла... С минус один... И тогда... Внешняя степень будет... Значит... Это внешняя степень суперузла, это набор узлов, таких, что узел принадлежит клике, то есть у каждого узла ЛС-1 ребер, а еще дополняющий до К внешней надобности. Понятно? Понятно. И, значит, в чем прелесть такой логики? Прелесть такой логики в том, что размер клики контролирует пластеризацию, потому что клика сразу говорит, что у нас есть нужное число треугольников. Для каждого узла локальная пластеризация в клике одинаковая. То есть это будет С умножить на сколько-то треугольников, сразу дается. А локально мы ее контролируем. И тогда гидрогенность вот эту, ну, должно будем контролировать распределением по размерам кликов, как оно реально происходит. А вот эти, ну, а все остальное остается внешним, которые куда-то упираются. И в чем идея, собственно, и она, эта идея с некоторыми вариациями все время повторялась. Дело в том, что технику, внешняя степень узла, у нас га, а идея глобальная состоит в том, что строится конфигурационная модель на соберу зла. Конфигурационная модель, я напомню, это способ сделать граф, при котором берутся узлы с каким-то количеством отростков, отвечающие распределению по степеням. Пусть они точки, да, точечные узлы, и у них, значит, мы столько имеем узлов нужной степени, сколько мы хотим иметь, чтобы воспроизвести вот такое распределение, например, или любое другое. И потом мы просто спариваем их попарно так, что ни одной линии не остается пустой, и он ненасыщенный. В результате возникает граф, у которого очень мало петель, а в основном он тревесный. И возникает случайный граф с заданным распределением по степеням. Такая процедура называется как га, коррупционная модель. Теперь здесь мы вместо узлов ставим пухленькие узлы, разной степени пухлости. То есть у нас имеются... Раньше у нас были точечные узлы. Компетитуционная модель. Разноцветные. Разноцветные. Отлично. Голубой и черный. Значит, Леш, давай я... Замечательно. Очень ничего не нужно. Значит, давай я... Ну, как-нибудь понятно. Откорю. Значит, как это сделать? Значит, вот эта кричная картина выглядит так. Давай рассмотрим граф, у которого... У которого... Давай рассмотрим конфигурационную модель. То есть, каплика это просто... Ну, полный граф. Полный граф. Да. Я в этих определениях, к сожалению... То есть, это К плюс одна вершина, а в результате полностью... Нет, это каплика, это... Ну, давай S, я минус один. Каплика, это... Значит, конфигурационная модель выглядит так. У нас какая-то пропорция узлов с нулем, да, какая-то пропорция узлов с единицей, какая-то с двойкой, ну и при них доли стоят, которые отвечают вероятность. Как раз B0, B... Ну, это и есть пропорция. Один, да, ну это я Сережа... Узнаю. Чтобы он мне сам о том... Смотрит на это дело со сбоку. Теперь, вместо этого, мы делаем такую вещь. Мы говорим, что у нас есть узлы разной степени в области. То есть, разные, это клики, из которых торчат какое-то количество этих самых... И модель, которую мы будем строить, будет конфигурационная модель, в которой узлы будут пухлые, а ребра мы будем соединять как конфигурационная модель. Идея теперь, как выглядит, как вот, ну, техническое описание выглядит так. Поскольку мы стримили, эта модель имеет цель воспроизвести одновременно распределение по степеням, и вот этот кластерный коэффициент, зависящий от K, то, естественно, делать так. Ну, у каждого узла K мы все-таки будем контролировать, да? И поэтому мы K забиваем для каждой точки. Ну, значит, а чем мы регулируем тогда треугольник? И треугольник мы регулируем размером клики, который вам принадлежит. И тогда у нас будет столько, сколько, да, и при этом для пустоты мы будем делать так, что один узел принадлежит только одной клике, иначе, ну, трудно. Трудно начинает быть. В реальных графах хоть не так. Вот. Но и в реальных графах клик, собственно, мало. Такие. Сколько не больше. Настоящий клик нет. Есть очень-очень плотные куски. Но там не клики. Там все равно выделяются люди, которые знают всех. Люди, которые там... Уже четыре. Уже четыре нет практически. Четыре книгу. Нет, каждый у четырех, наверное, есть. Тут есть, да? Равсейские все-таки, все-таки, все-таки. Там, там, либо у тебя кликали, либо независимые подножки, либо то, либо то. Так. Ну, теперь... Ну, да, здесь другие цели. Я понимаю. Теперь, значит, как мы технически будем это дело регулировать? Технически это дело регулируется, значит, введением распределения. Гамма от КС. С, это виолетная сторона, что будет, имеет степень К и принадлежит С-скрыти. Это базовая... Это базовая характеристика. А, это, Владимир Владимирович. А такой вопрос. Вот этот С, это какой-то параметр, да? Который, собственно... Ну, наверное, как-то не должен ни от чего зависеть. А типа какая-то константа. И, скорее всего, какая-то небольшая, наверное, да? Константа в каком смысле? Ну, в том смысле, что, допустим, мы рассматриваем какие-то там случайные графы на N большое, там у нас обозначение вершин, да? Да, вот это С, оно от количества вершин никак не зависит. Или всё-таки там что-то есть? Нет, там есть. Нет, нет. Это... Ну, поскольку эта картина оказалась не соответствующей действительности, то, несмотря на то, что она правильно воспроизвала, она может правильно воспроизвести это и вообще красиво, это само по всему, но с ней оказались проблемы. Ну, связанные фактически с тем, что все реальные сети совсем не так регулярны. Слушай, а как регуляционная модель? Какой автор был первый? Это что, неё модель? Не знаю. Да не её так. Ну, я не думаю. Ну, это какая-то такая реальность. Это должно было в 60-е годы ранние, то ли, знаете. Сам механизм, то... А вот это с кликами как-то недельно? С кликами это Блиссм. В самой такой форме это Блиссм 2009-й год. Вот эта модель это Блиссм 2009-й год. Значит, да, теперь, ну, что такое B от K, соответственно, это сумма по S гамма от KS. Ну, там нужно в пределах, чтобы... Всё получилось. Теперь давайте с вами просто получим формулу для С от K. Значит... Ну, какая вероятность... Ну, какая вероятность... Какая... Теперь это сжимаем. Всё. Ну, я знаю, что... Ну, понятно, что, значит, ты берёшь клику в ней... Ну, понятно, если S клика, то все степени S-1. Но ты торчишь ещё, как бегая вне. Да, да. Ежик. Это определение суперузла. То есть, он есть элемент клики размерности S и ещё у него... Вероятность того, что он принадлежит клике S, будучи при этом условной. Будучи при этом в самой степени, как бы, понятно, вот такая вот, да, условная вероятность. Вот. Теперь. У него, значит, если он в S, значит, это первое, значит, как член S клики, узел имеет, ну, C из S подного треугольника, да, то есть имеет S... минус один, C из S минус один, то есть S минус один из минус два пополам треугольника, ну, потому что у него S минус один соседний. Да? И теперь, значит, а пластырный коэффициент у него, соответственно, равен два K минус один, В это общий, поскольку он в степени K, это вызовно, умножить на S минус один, S минус два пополам. Вот. А внешних треугольников уже не будет? Нет, они все, вот в этом, вот, а на самом деле, а на самом деле они есть, вот не так, вот на самом деле это устроено не так. Да. Да. Ничего не мешает быть. То есть это ошибка у Грессона, да? Нет, это не ошибка, это просто модель. Это просто, это была, это хорошая модель, которая является предельным случаем. И до тринадцатого года, значит, я, ну, я сейчас скажу, что там дальше происходило, я с нее начинаю как с той, которую мы, ну, назовем же, очевидный ответ, и перейдем к более существенным вещам. Вот здесь понятно, да, здесь тоже понятно, но у нас вот это среднее от K будет суммой по всем K, то есть, а что такое сумма по всем K? Это с этими вероятствами, которые здесь написаны, да? Сумма по С, гамма от KS делить на B от K, S минус 1, S минус 2, делить на K и на K минус 1. Вот и весь ответ. То есть мы, видите сейчас, да? А можно напомнить, гамма от KS это чем? Это беворядное распределение того, что узел имеет степень K или KS, и это управляющая речь. Но и вы видите, что она, ну, для того, чтобы обеспечить заданную функцию, ну, надо немножко постараться. Например, если этот K минус 1, значит, гамма от KS должно убить все это, да еще и содержать кусок от K, который убьет вот это, то это K. А, ну, что-то мы ищем гаммы, да? Это идея, это не цель. То есть, нет, это не цель. Это просто способ устроить. Вот если подбор этой гаммы, ты добиваешься любого, ты добиваешься двух целей. То есть вот это вот. Гамма от C и P. Гамма от KS дает тебе B от K. Ну да, и C. И C от K. И на C это просто система уравнений. Да, ну да. Которую ты должен решить относительно гаммы, и у тебя тогда будет все хорошо. Ну, как хочешь там, но другая она бесконечная, да, поскольку? Да, да. Ну, понятно, да. Ну, она бесконечно треугольная, скорее всего, да? А чтобы обеспечить эти гаммы, это вообще не понятно, что мы здесь делаем. Ну, ты решили бесконечно треугольную систему. Не, подожди, ну, а как ты построишь, скажем так, что-то… А, как потом склеить? А вот они не парятся. Они даже в конвегуляционной модели не парятся, как склеятся. Ну, там есть… Как-нибудь она склеится. Ну, да, там есть, но там в конвегуляционной модели все-таки какая-то момента была. То есть там количество петель было сосчитано. Ну, и было показано, что в пределе n бесконечности он действительно древесный. Потому что у него все выпадает. И в пределе числа услов, стремящегося к бесконечности, мы действительно остаёмся с тем, с чем надо. Ну, вот это вот одна картина. И эта картина очень такая красивая, правда ли, что она экономная. Потому что мы использовали некий материал. Но то, что мы использовали полный граф, вместо того, чтобы использовать несколько неполный, это может быть и недостаток. Но этот недостаток становится простотой конструкции. Вот. И могло бы быть, что социальные сети или природа устроены именно так. Насчёт социальных сетей я не знаю, потому что они не проверяют. Было бы интересно посмотреть вот этот анализ, о котором я сейчас говорю. Было бы интересно проделать для, скажем, сети с мобильными телефонными разговорами. Вот. Потому что… Ну, можно взять контакты, пробить все данные, которые есть в контакте. Ну, например, для интернета, для которого это проверялось, это совсем не подходит. Ну, это я… Давайте я сначала… У нас есть техническое рассмотрение, которое происходит от совсем других людей. Значит, это был Гриссон. А здесь, по главному, видимо, мотору этого дела, является Мариан Багонния. А это Джеймс. И эти работы, они идут где-то… Даже раньше немножко, но вот то, о чём я рассказываю, это 2005-2006-2005-2006. И потом он вот сейчас являлся соавтором анализа, в котором было показано, что это вот кликовая картина, скажем, для интернета. Ну, кликовая картина, просто круглая картина. А есть графики, у которых она работает одинаково, но это будет связано с перкалацией, и это мы потом поговорим. А сейчас мы введём новую характеристику. Которая называется Множественность ребра. Ну, или на ребре, как хотите, но это характеристика ребра. Энд и Ж. И Ж понятно, да? Реброй, двойница. Это число в треугольниках, присоединённых к этому реброму. К ребру и Ж. То есть присоединённых в смысле в каком? Что сейчас в вершинке, да? Ну, что в вершине таких, что вместе с и Ж они образуют треугольник. Ну, это буквально так. То есть если у нас и Ж есть, то у нас вот так вот, это один треугольник, да? Так два треугольника. Ну, а что в вершине связанное с И? Это не множество вершин , это количество вершин. А, количество, ного. Ну, значит количество таких вершин? ao, я имею в виду множество треугольников. А это на то же самое, Множество треугольников – это количество вершин, с которыми он связан… Количество третьих вершин, последнее. Да, количество третьих вершин, с которыми ребро – это связано. А раз ребро, оно может быть связано с двумя связями. Поэтому это что так, что так. Это вообще не вполне правда тривиальная величина такая. Но оказывается, что она вот этот волшебный ключик, который открывает эти дверцы. Но, кстати, они потом… Я почему не путаюсь с этими кликами? Вот они используют определение дальше K-клики и M-клики, как больше или равно, они как равно. Блин, здесь какая-то вообще есть замазанность традиции. Одни одно говорит, другие – другие. Ну, обычно K-клики – это есть K-клики, это полный программ. Ну, вот они… Ну, ладно. Так. Значит, имеется следующая волшебная дара. Ну, не волшебная она такая, очевидная, но тем не менее. Сумма… Это элементы матрицы смежности? Да. Ага. Ну, давайте убедимся в этом. Значит… Сейчас. Я уже вообще не определен для тех, где Ай-жер разнуют, да? То есть тут… Смотри. Вот когда… Значит, как это вообще выглядит? Как к этому надо относиться? Попадаем на ребро, да? Да. Если есть треугольник, оно… А почему не три? Потому что два. Потому что… А, сейчас ты Итру фиксировал, да? Да. Вот это фиксировало. А-а-а-а… Бежим вокруг ПЖ. Всего тогда понятно, да. Значит, если он одиночный, тогда каждая из сторон внесет вклад с весом единицы. Угу. И будет два. Да. Действительно. А если… А если два треугольника рядом, то вот это вот пойдет с… Войдет с двойкой. Да. Потому что на ней два треугольника. Значит, все параллельно, да? Угу. Но эм-жи, как бы, эм-жи нужно определить произвольным образом, да, для тех ежей, которые не связаны ребро? Да. Но это для нас абсолютно… Не волнует, потому что ай-жи равно… Нет, нет, подожди. Значит, произвольно. Ну, ты написал формулу некоторую… Ну, если она ноль, то что ты хочешь сказать? Ну, я хочу сказать формально. Здесь неважно. Ну, для физики, видимо, это не имеет значения. Просто ты суммируешь… Мне кажется, то, что ты сейчас сказал, не имеет… Ну, ты, смотри, ты говоришь, что эм-жи – это число треугольника, присоединено к ребру и жи. А если нет ребра и жи, то это как бы число вот этих, галочек. Ну, если нет ребра и жи, да? Ну, оно там умножается на ноль. Ну, просто чтобы психологически строго было, правда? Это не строго. Это вообще… Детский сад кашу. А на самом деле… Ну, иначе не прям… Ну, смысл… А лежит их нулей, вот тогда получили… Да, ну… У тебя… У тебя эм-м-жи – это вещь связанная с ребром. Плюсом, да. Поэтому… Ну, в этой форму лучше написано, да? В этой форме написано. В этой форме написано… А-1-2, м-1-2. Не, извините, здесь написано «сумма по существующим ребром». Ну, потому что в других случаях аэжи равно нулю, но все равно, как математик я прав, а как физика это бессмысленная. Вот это один из тех случаев, да, любой математик обязательно скажет, определим любым образом мы живем на тех, где нет этого самого, тогда верна эта формула. А физик просто пишет эту формулу и все. Вот это тоже цивилизационный раскоп, ты понимаешь, да, такой вот такой вот именно между математикой и физикой? Так, значит, хорошо. Формула верная. Да, теперь вводим такую вот характеристику вот этой вот множественности для ребер, соединяющих узлы разных классов. Понятно, да? То есть мы эту характеристику… Из разных клик, да? Клик здесь вообще нет, обратите внимание. У нас, значит, дальше… А класс это что? Класс это по К. А. У нас есть ребро. Дальше мы озаботились тем, чтобы точно сказать, что оно, это ребро, у него здесь находится К, а здесь К-штрик. Ну, клик здесь стривиальные, это есть, это вот треугольные. Ну, вот треугольные. А, нет, могут быть и другие. Но это, это как… Здесь уже как попадется, потому что вот мы не настаиваем на том, чтобы они были рядом. Некое минимальное, конечно, да, потому что никогда не удастся расположить эти треугольники так, чтобы они были все… все не рядом. Такой процедуры не будут. Угу. Как ее ни пиши. Какие-то треугольники все равно кажутся рядом. Ну, вот, тем самым минимальные… минимальные корреляции… Теперь это что такое? Это корреляция между этими М, как, да? Вот между этой, этой и Е. Здесь корреляции только между двумя, потому что они к одному другому принадлежат. А здесь между тремя. И такие тоже будут. Ну, какие? Их будет сколько-то. Вот как раз, как раз минимальная модель будет содержать их ровно столько, сколько надо. Но не больше. Причем мы даже, мы даже технически там не будем, не будем этим заморачиваться. Просто определим вот эту МК, К штрих, как сумма по И, приближающему ню от К, сумма по Ж, приближающему ню от К штрих, а и Ж, и Ж, делить на полное число ребер, соединяющих эти два класса. МК, К штрих, равно сумме по всем… Да, 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 да. Ну, это мы уже определяем. Вот этот класс, этот, ну, ну… Количество всех треугольников, дусящих на… Да, да, да. …всех ребрах ведущих из К штрих… Да, делим на… Делим на… Делим на что? Я забыл, что Е. Это полное число ребер. А! Между теми с РК и между этими двеноклассами. А-а-а… То есть, это такое приведенное, да? Это вероятность уже? Нет, может быть, очень много треугольников висит на одно. То есть, нет, ну, это пожалуйста. Ты характеризуешь… Ну, просто больше единицы, да, может быть она? Нет, больше единицы мы не можем. Нет, почему никак. Ну, как, мы же не требуем, чтобы… А, может быть, да, может. Прошу прощения, конечно, может быть. Так. Оно в реальность идет. Это невероятность. Ну, как бы… Ну, вся… Среднее число треугольников, висящих на ребрах из К штрих. Вот это все. Да, да, да. На спичном ребре из К штрих. Так. Хорошо. Теперь, значит… Ну, на самом, на самом деле… Да, как угодно там… На самом деле, есть максимальное… Вот это, прямо, К штрих, оно принадлежит… Я записал, кстати, это слово себе. …интервалу ноль… К штрих. И… Мин… К штрих минус 1. Ну, понятно, да, что больше она никак. Что за мин… Минимум. А. Мин может быть больше, чем… Ну, да. Ну, треугольник тут не может быть больше, чем… Минимум минус 1 для любого… Так. Да, правильно. Хорошо. Теперь давайте с вами докажем… Замечательное… 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 Правенство. Которое, собственно, открывает нам… путь к… Путь к… Этой самой кластеризации. А именно мы с вами докажем… что сумма… М… М… К… Штрих… О… К… 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 グи-уориятное… 측… По… Степеням углов. Вот эта вся 드�енья равняется… К на К минус 1, С от К, Ф от К, делить на среднее К. Вот такая вот форма. Мы ее сейчас докажем. Значит, усредненное по биорианному распределению? Нет. Только пока штрих. Да, пока штрих, да. Это какая-то маргинальная, это то, что остается, ты сидишь в К, фигачишь рёбрами во все стороны, смотришь на угольник. И это, и это, ну понятно, что это как-то связано с локальным, на стороной позиции. Ну да, конкретно. Вопрос от этого как-то, то конкретное вычисление есть некая дистанция. Да, 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 да. Так сразу не очевидно. Понятно, что какая-то такая форма должна быть, пока именно она. Но это то же самое, что вчера. Это из того же рода, что соотношение, с которым мы вчера имели дело. Значит, давайте сейчас мы с вами воспользуемся всем, чем надо, и их выведем. Так, давайте мы эту форму вот здесь напишем сумму. У нас есть вот эта вот. Вот эта вот. А, нам достаточно будет вот эти. Ну давайте обе, чтобы на них смотреть. Давайте я здесь не буду. Понятно, почему мы лицом. Так. Ну давайте начнем от того, что, что такое сумма по К-штрих, М-к, К-штрих, П-к, К-штрих. Это сумма. К-штрих, М-к, К-штрих, Е-к, К-штрих. Да. Это столько сколько... Ну пока ничего не написано, да. Ну нет, вообще ничего. Ну как? Уже на самом деле что-то написано. Пока просто написано, что такое П-к, К-штрих. Это доля всех вербер, которые приходятся на этот. Любой из К-штрих. Так. Так. Теперь... А это что такое подставляем? Суга. К-штрих, К-штрих. Да. Равняется сумма по К-штрих. Вот это сократится. А здесь будет двойная сумма, да? О-и-жи, А-и-жи, М-и-жи. Ну ее можно засунуть. А еще... Нет, подождите. Мы ее сначала здесь оставим. Она нам еще показается. Не, я рекомендую, что за знак суммы... Да. Теперь... Да, за сумму. А не за сумму, а за сумму. Теперь смотрите. Знаете, что мы делаем? Мы делаем единицу на е. Внешнюю сумму под е оставляем. А внутреннюю сумму берем в сумму по К-штрих, сумму по Ж. ralç ru Nu, industσι. А это что такое? ПО Ж Что там по Тьему Ж. Похоже на триугольники, но вот... Это прямо они и есть. Только эти треугольники, это в каждом случае 2Ti, это просто они и есть. А что такое 2Ti? Это k на k-1 ci, да? А, вот они, кластерные пошли. Да, 2Ti это вот это. Правильно? Кажись, да. Теперь, у нас есть сумма по i. k на k-1, сумма по i, ci, у нас же сумма-то осталась, да? Равняется чему? Равняется nk, просто количество этих самых, на k... Сейчас, а k-1 куда ушла сумма? Взяли ее, так у нас получилось, мы же вон сумма по k-1. А, мы по всем k-1 прошли. Получилось, это просто количество всех треугольников. Да, это количество всех треугольников для i, имеющих k. Это правильно. Теперь, а здесь их просто, вот этих штук, это просто nk мы вынесли, а здесь сумма ce делить на nk, да? Да. Ну, это то, чтобы сказать, что это равно nk, k на k-1, c от k. Правильно, да? Правильно, да? Правильно, да. Тогда у нас, что, единица на e, nk, k на k, минус 1, c от k. Да, а е это n на k средний. А, n2k. 2n на k средний какое-то. Да нет, просто n на k средний. Нет, количество вершин на себя. Ка, да, после чего p от k на k, это nk как раз. Нет, как nk делить на n, это p, k, и все? Да, 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 да. Зашибись. Зашибись. То есть число треугольников, которые торчат из кашек, равно кластеризацию кашек на k-1, на p, k, 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 e. Вот это вот такая вот волшебная формула. Все здесь зависит от К, кроме косления, у которого просто константы. Удивительно, что косление на это влияет, да? А это вот… Это все вот это… Все зависит только от К, да? Чисто двигатель… А вчера? Нет, да. Оно точно так же… Поползало. Это результат того, что согласуется… Это результат согласования, чтобы насыщенность. Ну, по всему… Да. Клево. По всему графу. Да. Чтобы можно было… У нас вчера такая же… такая же штука же… Угу. Возникала. Я… ну просто… я сейчас эту формулу напишу, она нам не понадобится. У нас вчера… Мы выводили формулу, которая выводилась примерно так же, как у нас сейчас. Мы сейчас ее выводили, которая вот такая вот. П от К в К штрих равняется К на среднюю главу… Еще что-то надо здесь сейчас. Сейчас я… Я не буду это сказать. Это… 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 Это просто… А то, что нам… То, что нам понадобится… Мы хотели связать… Вот… Вот что… Вот что мы хотели получить. Это вот к тому, что… В отличие от обычных бевариатных распределений, маргинальное нужно еще перемештабироваться. Значит… Дело в том, что кластеризация – это для узлов явление, которое происходит в смысле конфигурационной модели с ребрами… то, что называется excess по-английски. То есть кроме того, которое связано. А это распределение… Оно смещено на К по отношению к расходу. Распределение по числу внешних ребер – это К, К, Д или средний К. Это такой вот фундамент… К этому надо привыкнуться просто. Ну да. Но это… Это просто фундаментальный факт теории графа. И за это… И это вот они… Вот они здесь стоят. Все время вылезают, да? Ну да. Вот они здесь и вылезают повсюду. Так, хорошо. Ну, понятно, что можно еще, если хочется, можно еще вычислить среднюю множественность… эту самую… Которая будет сумма ОК на Каштри… И которая просто будет равняться вот этого ОК на К-1… С… Средняя ОК… Уделить на среднюю ОК… Ну, где средняя, понимается, как средняя по В… Которая у вас здесь торчит. То есть мы легко… легко усоединяем… Так, значит, теперь следующая вещь, которую нам хочется… Хочется посмотреть, это вот что такое. Дело в том, что вот эти формулы, они говорят нам о том, что существует связь между кластеризацией и корреляцией между узлами. Просто явно. И давайте… давайте мы этим воспользуемся и попробуем… и попробуем посмотреть, сколько кластеризации можно выдавить из… из этих корреляционных свойств. Потому что это вещи связанные. Сейчас я их объясню, что я имею в виду. Сейчас. А М в черту… что это такое? Это среднее просто. Просто. То есть это не число треугольника, например, но как-то с ним связано… Ну, да. Это уже… Это среднее множество. Но это какое-то среднее число треугольника. Ну, там они учитаются по два, по три раза иногда… Ну, вот… Ну, в смысле, один треугольник считается и как… Надо… Да, там… Да. Там… Вполне… Да. Там надо подумать. Там какая-то формула должна быть? Может быть, даже просто… Я не беру, что тебе скажу. Или… Потому что я не то… Не то хотел… Ну, там… Просто не видят, потому что ты не учитываешь треугольник, который внутри каждого «к» будет. Тебе хотя бы не знаю. Может быть, просто на третий. Все. Теперь я при ее предлагаю сделать вот что. Я предлагаю сделать что-то подобное для… Конечно, как мы собираемся получать ограничения. Ну, тупо. Поскольку у нас есть ограничение «мкк'» меньше или равно «мкк' минус единица», это есть вообще всегда. Да? А теперь мы можем его усреднить. Можем? Мы можем сосчитать сумму «окх3» «п» от «кх3» «мккх3» и сравнить ее с суммой «окх3» где-то множество входит минимум. И минус просто сумма «кх3» «кх3» «п» от «кх3» «п» от «кх3» «мкк» Извините, по штриху, а то у нас сейчас, я вам честно говорю, по штриху. По одному, да? По одному, да? Все относительно как, да, делается? Да, да, иначе в этом совсем смысле никого. Все делается относительно как. Теперь у нас есть, вы помните, да, что у нас есть такая волшебная вещь. Вот здесь вот написано, да, что сумма от к штрих по к штрих вот этого, значит, равняется п от к. Значит, последнее, последнее слагаемое, мы уже можем записать, да, что это такое. Это минус, минус, кто там, кп, да, кп от к лиц на средний минус. Это вот это. Угу. 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 А среднее? Ну, а среднее там… Это… 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 это даже не важно. Важно. Важно… Ну, среднее, вот что интересно. Среднее, долгое время равно к, а потом становится… Ну, положите. Да. Ну, да. Теперь… теперь смотрите, но… но у нас-то… у нас-то что… что работает? у нас, видите, у нас первое и третье – это одно и то же. Поэтому, ну, то есть, содержит… содержит общую множество. Поэтому у нас есть неравенство, вполне уже нетривиальное, которое выглядит так. С от К умножить на К минус 1 минус единица, да? Сейчас, что ты делаешь сейчас? Я просто перенес. Куда, да? Перенес третье, первую, в левую часть. Ну, да. Меньше или равно? Вот меньше равно вот этой вот хрени, да? Да. Давайте я ее так оставлю пока. Потому что ее можно оценивать, но не в этом дело, просто мы уже фактически все сделаем. Потому что мы сразу… да, значит, теперь следующий, следующий и еще один шаг такой, что вот это вот П от К каштри, мы опять его перепишем как К делить на среднее К, П от К и условная вероятность. Да? Да. Такое… Это мы тоже знаем. И у нас тогда, вы видите, вот эта вот штука, она вообще повсюду исчезнет. Потому что мы ее и отсюда, у нас же субсунта здесь по К штрих, да? И у нас в результате останется С от К К минус 1 без единицы меньше или равно сумма К штрих мин К К штрих П и условная вероятность. все, весь ответ. Все, весь ответ. А это ограничение, ну это что? Да? И мы получаем… это же замечательно. Смотрите, С, вот эта С, это меньше чем единица минус… на что-то там. Единица, только единица на К минус 1, да? И мы видим вот что, что… на самом деле мы сразу видим, во-первых, что есть некая выделенная штука… То есть, только если ты направо кинул, там с плюсом идти на камеру, с одним справа идёт? Ммм… плюс… ну… так… А это плюсом… А, с этой, с этой… А это тоже плюсом. А, ну и два с плюсом. Ну, оно как… Меньше или равно, но это, видимо, не равно, да? Да плюс, да, здесь… ну, не меньше или равно. И… и вы видите, да, что вот это вот не тривиальная часть, да? А вот эта тривиальная, она есть. То есть, у нас есть вот эта штука. Видите, да? Как бы мы ни делали, у нас что-то такое возникло. Вот что интересно. Вы видите? Вот это… и это зависимость С штрихом. Это только утверждение, что… Сейчас… что значит тривиальная часть? Ну, тривиальная часть в том смысле, что она… Вот… Ну, возникает какая-то такая часть, да. Но ведь меньше или равно, а не больше или равно. То есть мы… Ну, это ограничение, тем не менее. Это зависит от того, ассортативно или диссортно. Ассортативно. Если сеть ассортативно, то никаких ограничений нет. А если диссорт – ассортативно, то есть. Вот. И… А, кроме того, имеется технический выбородел. Вот это вот. Есть С критическое. Вот К. 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 Крекуляционные задачи можно делать только в древесной технике, о которой мы с вами уже рассуждали. Других аналитических способов нет на сегодняшний день. Хотя это мне немножко странно. Мне казалось, что один цикл можно было получить в этой науке. Но почему-то, по крайней мере на сегодняшний день, этого не сделать. Дальше можно рассмотреть вероятность того, как мы технически можем поступить, чтобы размещать задачи. Можем рассмотреть вероятность того, что ребро, соединяющее вот эти самые какастрик, опять резонцик, и, значит, предписать ему множественность определенную. И потом разбросать это беномиально. Так, что у нас саму эта вероятность сказать, что она беномиальная. То есть у нас мы CH3, CH4, 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 N, M, все остальное единица минус M. какую-то вот такую конструкцию, напишем, она будет максимально рандомной. И с ней мы уже можем просто явно вычислить, давайте я это сделаю, значит, с ней мы можем явно вычислить перекрекционный пароль. И оказывается, вот это и это было два момента. Что есть, что происходит? И это вот уже начинается, начались серьезные рассуждения о том, что правильно, а что не правильно. Итак, значит, было утверждение такое, что у нас есть слабая кастеризация, мешает, как кажется. То есть увеличивает порог. А сильная перкаляция... Кастеризация. Кастеризация. Помогает перкаляции. Значит, вот первое утверждение интуитивно понятно, потому что вы говорите, что для того, чтобы образовывался гигантский кластер, вам нужно, чтобы они связались. Любое запетвление мешает связке. То есть, если оно запутывается локально, это значит, что оно не так быстро доберется до других кусков. И это затрудняет формирование гигантского класта. Вот примерно такая логика. Что нетривиально. То есть, слабая кастеризация по сравнению с ее отсутствием мешает. Вот так. Кажется, что если она слабая, то она мешает. Нет. Нет. Именно слабая степень по сравнению с отсутствием мешает перкаляции. Да. А сильная? А сильная помогает. И в этом месте возникло противоречие, потому что у модели клик, с которой мы начинаем, кластаризация всегда мешает. Любая. Сильная, слабая. Какая рука. И в этом месте возникло просто реальное противоречие в литературе. Потому что были всего две модели, которые в состоянии были воспроизвести оба режима. Аналитически только модель Белисона могла позволить что-то посчитать. Модель Бакуньи и Сафров позволяла сосчитать, что происходит с пробой слабых кастеризаций. Ну, примерно такие же ответы были получены в простых случаях. Ньюману и еще один человек, кроме ее забыл. Так что, просто в таком положении. Это находилось до 2013 года. Сейчас, а почему я что-то пропустил? Почему сильная стилизация помогает? Они неизвестны. В смысле, это просто реакция? Это просто факт. Вообще, надо сказать, что это, по-моему, довольно удивительно. Значит, теперь, как с этим предложено было... В 2013 году, да? Да. В 2013 году вышла работа. Она полностью численная. Значит, и нетривиальным понятием в ней является понятие... А, нет, слушайте, они все правильно. Кокор. Это я клику путаю с кор. Вот кор... Да, кор клика, да? Нет, кор, это по-моему, это как раз больше или равно. Вышла работа, в которой рассмотрели одновременно Кокор и Эмкор. Кокор, это максимальная совокупность со степенями не меньше. Ну, это типа Якова, вот это... Да. А это с Эммами не меньше. То есть, они взяли и рассмотрели еще одну специалистику. То есть, они начали... А-а-а, на каждом ребре внутри этой клики висит не меньше энергопоника? Да. О, блин. О, блин. И... Да. В чем ценность в этом месте? В том, что... Кокор, блин. Вот в эту сторону известно, что кластеризация, если она есть, всегда, при этом всегда наличествует иерархическая Кокора, структура. Но из нее ничего не связывается в речах кластеризации. Теперь мы знаем, что кластеризация может быть клики и... Клики и... Нет, условно. Теперь здесь не бывает иерархи. Здесь Эм иерархии нет, да? Ну, просто не может быть. Да? Потому что она так устроена. Потому что она устроена максимально компактно. По этим. Там все иерархи, все корреляции. То есть они все в одном месте. Ну, потому что Глубов, наверное, вообще не разобьет. Ну, там все забито. Там никакой... Ну, так жестко, что никакой иерархической структуры по Эм, то есть Эм Кокора, там быть вообще не может структурой. А здесь можно, да? Эм иерархия. И они забыли этого вопроса. И получили ответ для очень многих систем. Соответственно, что есть замечательная Эм иерархия. Очень близкая к тому. Что значит Эм иерархия? Эм иерархия, это значит, что у тебя один, есть один КО, два КО, и два КО вложены в один, потом три. Вот такая вот. Смотришь. По треугольнику. Да, да, да. И это очень интересно. То есть они так цепляются от нас в другую, но цепляются они так, как положено для максимально рандомного случая. Она есть, и она очень близка к максимальной случайности. То есть вот только минимальное количество вот треугольников соседей вот таких конфигураций. Только сколько, сколько, столько, сколько там. И, значит, при этом выяснилась одна еще совершенно замечательная вещь, которую уже, по-моему, совершенно невозможно никакими другими способами отловить. Дело в том, что мы, даже если мы не имеем гигантский кластер, он еще должен быть реалистического размера. Вот оказывается, что, скажем, для интернета вот эта модель M, она сразу дает гигантский кластер, который покрывает всю, фактически всю сеть. Это точно то, что в интернете нужно. А такая же модель Клик в этом месте дает маленький этот самый и множество фрагментов. Но это естественно, что она, эта вот перколяция в модели Клик будет иметь тенденцию к тому, что гигантский кластер, даже если он есть, будет очень маленький. Правда? Ну, потому что легко оторвать эти вот маленькие, маленькие клички приходят, а здесь нет. Вот ты видишь, зачем нужна иерархия, чтобы их оторвать нельзя было. Потому что она была прошита вот этой башней, вот такой вот, как, я не знаю, Останкинская, со всех уровней. Вот эта иерархия, если меня не оставляет, это мысль, что хорошими примерами кластеризованных графов должны быть частично продажные новости. Там тоже как бы с разных сторон, вот так вот, и там внутри неприятное замикание очевидным образом имеет место, если у тебя два этих самых, хотя очень много треугольников. То есть треугольник возникает в любой ситуации, когда А больше Б, а В больше С, потому что в этой ситуации А и С автоматически треугольник. Но при этом, если А больше Б и А больше С, то треугольника не возникает. И возникает как раз иерархия вверх по частичному порядку, что он множеств был. И если мы возьмем граф частично порядочного множества, там должны быть правильные, ну какие-то такие похожие на правильные, неужели никто это не наделал никогда? Он пытался строить частично порядочный множество, к примеру, правильные граммы. Вот слово иерархия прям очень хорошо отбивается. Ну вот в этом месте наука остановилась. Это уже 13-й год. То есть не остановилась, он все время пока. Ну, значит, достижения, конечно, очень большие. Они пока только для неориентированных графов. Но все-таки некоторая ясность, по-видимому, наступила. А вот это был членов, значит, это был 13-й год, да? Это тоже Богунья и соавторы, но, по-моему, ПНАСЯ. Нася сам? Нет, ПНАСЯ – это Proceding National Academy of Science. У нас есть такой журнал PNAS. 13-й год, Богунья и еще там много запахов. Но вокруг этого еще имеется достаточно содержательная биологическая, ну, эпидемическая, то есть не эпидемиологическая литература, в которой еще интересовались, скажем, тем, как быстро распространяется эпидемия. Не только размер гигантского кластера их интересовало, но и, скажем, как быстро эта эпидемия распространяется. Тоже их интересовало. И там всякие нетривиальные тоже результаты, но этим уже надо интересоваться специально. В.ПУТИН. Хотя для экономических приложений это как раз может быть очень важно. В.ПУТИН. 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 А еще лучше для ориентированного взвешенного графа, а для ориентированных графов и ориентированных взвешенных графов понятие коэффициентов не является однозначным. И будет зависеть от смысла. происходящего. Не является однозначным, не значит бессмысленным, не значит, что оно бессмысленным. Но там нужно уже четко, четко достаточно говорить, о чем идет речь. — Ну да, все одно либро одной, интенсивность и другое — другое, а третий — третий. Что такое тревольник? Какая интенсивность? — Ну да, и вообще при чем это? Имеется еще общее интересное утверждение, что для неориентированных графов задача перколяции при любой запутанности исходного графа по существу древесна. То есть, когда мы отмечаем на графе линии, которая отвечает уже самому явлению распространения заражения, на неориентированном графе, то эта структура древесная связана с тем, что просто характерное время распространения не очень великое, оно просто не успевает далеко уйти. Характерные времена задачи устроены так, что просто не успевает и все. И это очень хорошая иллюстрация того, как скорости, ну вот параметры типа скорости могут кардинально повлиять на топологию ответа. Вообще, рассматривать задачу пряженного времени мне очень полезно. Ну вот, значит, это то, что я хотел рассказать. Ну, собственно, на этом я хотел такую... — Ну, здесь сейчас как раз 17-20... — Да, мы закончим. А потом я хотел немножко рассказать о том, о чем я сам снимался и в контексте. А именно банками этими склятками и торговлей международной. И просто показать, какие задачи там математические есть. Ясно, что есть. Ясно, что они есть, но они совсем не все отоделаны. — Ясно, что они готовы. — Ясно... Продолжение следует...